дамы и господа разрешите представить вашему вниманию 1 юнитовый корпус фирмы asus модель rs 700 е 8 rs 8 впервые трогаю такую штуку тем более от asus а никогда не видел серверного оборудования от такого бренда сейчас мы заглянем что у нас там внутри интригует до безобразия так же ты открываешься родной так он открывается реально обалделе кошмар фирма asus делает еще и серверное оборудование батюшки я должен это показать ближе серверное оборудование от фирмы asus меня заинтриговала кошмар вот это меня больше всего интригует неужели это пост который будет показывать как он загружается да 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 обалдеть как у нас все красиво разведена а что это у нас там поэтому устроенный контроллер что ли да круто 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 давайте же разберем его скорее скорее же разберем здорово просто здорово на каждой классом массовом кожухе написано какой цпу завораживаю да но мне нужно собрать всего лишь вернее установить всего лишь один процессор и памяти а памяти у нас сколько 4 планки по 16 гигов вот так выглядит радиатор кулерный радиатор который идет в комплекте с этим корпусом вот он тут даже нарисована картинка как его надо купить и как здесь идет воздушный поток да вот если не знали то всегда нужно крепить крест-накрест а b cd сумма бы не сойти еще и медная вставка сумма бы не сойти только медная вставка и все трубок нет нет чё нет где моя чудо отвертка вот она где бумажки как установить память я инсталлировал память на один процессор 4 планки так теперь мне нужно установить вот такой вот плекста это просто что-то с чем-то если у меня будет время я успею протестировать это все вот что внутри естественно только vip да это круто 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 да детка вот он какая это у нас ssd плекстер м6 е пися е 128 гигабайт найс его нужно установить вот сюда чтобы вас на и сюда нужно снять один болт здесь едва стыла да вот это тот самый райзер которые зачем нужно было сделать так то есть всего лишь один печалит они от их ду и так и так да и не то снял оказывается вот это надо снять вот что значит первый раз с подобным железом да вот все это мы на место поставим примерим и все тут болтики закручены кстати здесь вот шлицы тут сорвал наверное какой-то здесь углубление сумма бы не сойти но шлицы тут здесь под сорваны вот так это дал по всей видимости будет класс кстати что он тут заявлено у нас на сто двадцать восемь буфер 256 мегабайт ddr3 а скорость передачи данных чтения до 770 мегабит в секунду мегабайт в секунду безумное количество вот до 335 мегабит на запись второе жест ssd вот такой семьсот тридцатый кей intel 480 гигабайт да я уже кстати держал но ритейловую коробку а это ем да вот такой обалденный череп теперь intel рисует хочешь себе такой череп купи себе такой ssd да это даем поставка тут вообще ничего нету вот ну вот так вот так вот получилось закрепить этот ссд класс пытаемся включить да ну что он что-то определил так он увидел из диск и нашу чудо платку но сейчас он будет искать я сейчас покажу как это вот этот пост под мигает тоже забавно и экран загрузки кстати забыл сказать что у него еще есть дивидером строим вообще классно единственная серверная платформа в которой вот такой вот пост встроен в одном из своих видео я показывал диагностическую скажем так лет панель от фирмы intel который не встроен но у них он очень сложный пониманию здесь я надеюсь проще так морду надо показать морда вообще века великолепно выглядит вот это просто праздник какой-то на так по-быстрому крутил свои создаем с восьмеркой сейчас просто просто на бытовом уровне померяем скорость передачи данных и все такое то есть у меня нет возможности сервер надо отдавать да давай usb отдавать и и и и и и и и и что-то загрузилась батюшки еще и память встроена обалдеть память встроен термодатчик что ли обалдеть и 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 что-то медленно заявленной скоростью своей Plexter до 770 мегабит в секунду ну, ребята, ну это же не серьезно хотя бы 500 дали бы ну что вот и такие результаты удивительно заявлено до 770 на самом деле до 500 не дотянуло но график стабильный так, теперь запись конечно будет ругаться сейчас запись поехали запись не буду делать не хочу форматирует диск случайный доступ, скорее всего вот и все так следующий диск ух и вот все впрочем вот 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 такой вот результат. Тестировался жёсткий диск 480 гигабайт, 730 серия. Счёта маловато. Возможно, что-то не полностью раскрывает свой потенциал. Возможно, что-то его тормозит. Ну и для кучи, наверное, нужно сделать тест. 520-я Intel-овская SSD, объёмом 128 гигабайт. Смотрим. Но будет, сразу говорю, мало. Потому что уже морально устаревшая модель. Ну, что и требовалось доказать. Ещё будут просадки стопудово. Да. Вот такой результат. Ну и напоследок. Первые впечатления и знакомства от фирмы RASUS складываются хорошими. Этот сервер мне напомнил Intel-овскую платформу. Приятно. Да, только что-то меня удивило, что всё очень медленно работает. Но это не RAID, это одиночные диски. Тем более, вот такие вещи, они вообще практически в RAID их не сложить. Вот. Ну ладно. Если что-то есть вам добавить, сказать, пишите. Всем удачи. Пишите письма. Пишите письма. Продолжение следует...